Как идет подготовка к первомаю и Дню Победы? Как выполняется республиканская инвестиционная программа? Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Годовой объем финансирования строительства объектов из адресной инвестиционной программы по сравнению с прошлогодним увеличился на 18% и превысил 3 миллиарда рублей. В рамках адресной инвестиционной программы запланировано в текущем году строительство и реконструкция 34 объектов, в том числе и ввода новых объектов. Это и учреждения культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, объекты образования. По переселению граждан из аварийного жилья были провансированы работы в конце 2015 года. Сегодня муниципалитеты осваивают средства и в апреле, в мае, я думаю, что тоже произойдет движение, в том числе и по третьему этапу. Низкий уровень освоения бюджетных средств по объектам дорожного хозяйства – это сезонность работ, объекты все отторгованы. Глава республики напомнил об ответственности распорядителей средств за выполнение графика работы и параметров бюджета. И отвечаете также по отраслевому принципу за те объекты, которые на территории муниципальных образований начинают сами муниципалитеты по своей инициативе. Это тоже наша совместная деятельность. Люди ждут ввода этих объектов, поэтому мы должны контролировать и ход строительных работ, и качество строительных работ, и какие материалы, какие строительные материалы используются. Об участии в форуме «Современное российское село», который состоялся 15 апреля в Саратовской области, сообщил заместитель председателя Государственного совета Чувашия Николай Малов. Он рассказал, что на форуме были обсуждены вопросы развития агропромышленного комплекса и российского села. «Приоритетное направление, приоритет поддержки агропромышленного комплекса сохраняется. Если речь вести о финансировании данной отрасли, четко было сказано и заверено, что эта сумма будет ниже, чем в 2015 году. Конечно, будут изыскиваться разные возможности и реально будем стремиться, это уже от лица председателя правительства было сказано, к увеличению поддержки агропромышленного комплекса. А самое главное – села и жители села. То есть будут создаваться все необходимые условия для того, чтобы жизнь на селе была комфортной». О результатах проверки заработной платы в трех новочебоксарских муниципальных предприятиях, коммунальной сети, управляющей компанией ЖКХ и Ельниковская роща доложил руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев. Один из депутатов госсовета обратил внимание властей, что вознаграждение руководителей МУПов в Новочебоксарске в разы отличаются от зарплаты сотрудников. Как выяснилось, формально такая возможность существовала. «Зарплата руководителям и работникам устанавливала в соответствии с нормативными документами. В данном случае у них было принято постановление о положении об условиях оплаты труда руководителей МУП и методики определения размера вознаграждения руководителей МУП города Новочебоксарска». В то же время управляющая компания в прошлом году сработала с 10-миллионным убытком. Коммунальные сети получили прибыль не за счет своей деятельности, а за счет присоединения дополнительных объектов, отметил глава Чуваши. И поручил пересмотреть нормативные документы, чтобы заработная плата руководителей зависела от чистой прибыли, отсутствия и роста задолженностей. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.